Как претендовать на звание лучшего начальника дежурной измены Гомельской области, выратовальникам необходимо поспехово переодолеть шесть разноплановых этапов. Первый – самовидовичный. У им конкурсанты демонструют должности подчас аварийно-выратовальных работ на высшине. Вядома, каждый старается показать свой максимум. Однако тут немаловажную роль играют в опыт, как профессийный, так и спортивный. У лидеров, конечно, выратовальники, которые удельничают в конкурсах, не первый и не другой год. Все участники должны показать лучшие свои навыки и то мастерство, которое они приобрели за год. Многие, конечно, соревновались и в прошлом году. Есть участники, которые уже шестой, седьмой год подряд участвуют. Как правило, это обычно же они и призеры, и чемпионы, потому что с каждым годом ты набираешь все больше опыта, и что помогает тебе в дальнейшем в остальных соревнованиях. Комплексное компьютерное тестирование по травой грунтовных ведов и максимальной сконцентрованности. Практичные задания, полной физической отдачи, умение працевать со спецобсталяванием и оказывать первую допомогу потерпелим в разных надзвучайных ситуациях. Проявить себя может каждый из конкурсантов. Перемахчи – только один. И до сих пор он должен владеть лидерскими якостями. Лучший начальник дежурной смены должен быть справедливым, в первую очередь, уметь постоять за себя и за коллектив и принимать решения. Оперативно среагировать, поставить четкие задачи и добиться их выполнения. Кирилл Пинчук по выниках областного этапа конкурсу завоевал первое место. На другой преступце пьеды стала начальник каравула пожарной аварийной в рядовальной части номер 9 Гомельского городского отдела по надзвучайных ситуациях Станислав Селивончик. Бронзов его коллеги с Гомельской ПВЧ номер 8 Виктора Аниськова. Миновый таянный представить нашу область на республиканских споборництвах. До речи, у минулом годе вратовальники Гомельского региона по выниках командного залейку завоевали золото. Евгения Кухарона, Кігар Марышченко, Телерадо, компания «Гомель».